Мой доклад называется «Магнитное поле вокруг подняка током невыкривое». Но перед этим я хочу сказать, что Ярослав Григорьевич Клюшин, он говорил о том, кто начинал вот эти конференции. И, насколько я помню, в 1988 году мы первый раз собрались в Угудзире. И надо упомянуть Варина Михаила Павловича, который был очень много сделал для того, чтобы эти конференции начались и продолжались. Влияние электрического тока на поведение магнитной стелки впервые было обнаружено Эрстедом в 1820 году. Явление электроиндукции наблюдал Фарадей. Позднее было показано, что потенциальные линии магнитного поля вокруг проводника с током представляют собой концентрические окружности. Вот здесь представлены силовые линии магнитного поля вокруг кругового тока. Видите, они все начинаются и заканчиваются. То есть они имеют концентрические фигуры. Являются ли элементы магнитного поля частицами? Концепция, объясняющая природу магнитного поля за счет наличия вихревого движения частиц по кольцевым или иным замкнутым траекториям, требуется разрешение нескольких противоречий. Первое. Следует допустить, что существование единичных материальных носителей магнитного поля, которые способны к движению лишь по замкнутым траекториям. Второе. Вихревое движение магнитных носителей, как индивидуальных частиц, должно бы приводить к появлению трения и разным видам ламинарного, турбулентного и иных форм движения, наблюдаемого в газах. В вихревом движении газа его молекулы в разных частях вихре длится с разными скоростями. Соответственно, затраты энергии на трение приводили бы к тому, что без подвода энергии магниты быстро теряли бы свою силу. Однако мы этого не наблюдаем. Наблюдение за распространением магнитных составляющей радиоволн различий частоты показывает, что ее скорость близка к постоянной, а именно к скорости распространения света. Если мы возьмем, ну, скажем, чистый вакуум, конечно, в вакууме волны распространяются, и в том числе и магнитные волны, со строго определенной скоростью. То есть это скорость распространения света. И, скажем, вообразить такие концентрические линии или концентрические потоки, которые бы с одинаковой скоростью, что во внутренней части этих концентрических потоков и во внешней части концентрических потоков, они были бы обязательно разными, с разной скоростью распространялись бы. Что такое вихрь или ротор? Вихрь образуется в газах. Газ должен обладать некоторой плотностью, массой. Его плотность является переменной величиной и зависит от давления и температуры. Вихрь существует за счет центробежной силы, которая развивается в газе на периферии вихря и за счет разрежения в его центре. Перевихрейная часть газа за счет центробежной силы создает разрежение в центре вихря. Вихрь представляется оси симметричным. Распределение его тангенциальной скоростной компоненты ну вот здесь приведено его теоретическое выражение. И вот в частности, если рассчитать по этой формуле распределение скорости ветра в вихре в зависимости от расстояния до центра, то получится вот такая вот кривая, где в центре вихря явно понижение скорости, потом скорость вырастает на каком-то расстоянии от центра вихря и наконец на периферии, на дальней периферии она падает. И вот была замерена скорость ветра при прохождении тайфуна через Манилу 20 октября 1882 года. Это график приведена в книге Наливкина вулканы, то есть торнадо, смерчи и другие явления. Вот видите, здесь так называемый глаз мури, вот здесь в центральной части. И как раз об этом говорил нам Сергей Николаевич о том, что в вихре в центральной части существует как раз падение скорости очень сильное. И вот мы это дело наблюдаем. И вот снимки из космоса часто приводят, где существует так называемый глаз бури, и в этом глазе бури существует штиль. Как распределяется магнит... Теперь рассмотрим. Как распределяется напряженность магнитного поля вокруг проводника с током? Это распределение... Это распределение выглядит совершенно по-другому. Вот эквивалент потенциальной линии магнитного поля в эфирной среде вакууме вокруг линейного проводника с током. Мы видим ряд концентрических окружностей, где напряженность электрического поля, то есть магнитного поля, падает от центра к периферии. По первому уравлению Максвелла напряженность магнитного поля H находится в следующем соотношении с током, протекающим по линейному проводнику и током смещения. Ну вот здесь вот это общее выражение. Я его не буду здесь прочитывать. Если считать, что величина тока, протекающего в проводнике, постоянная и никаких переходных процессов в окружающем проводнике пространстве не происходит, зависимость напряженности магнитного поля H от расстояния R происходит по следующему закону. То есть это обратно пропорциональный закон, который показывает, как изменяется напряженность магнитного поля с увеличением расстояния от проводника с током. Здесь видно, что эта напряженность максимальна у проводника, и она падает в периферии. И здесь нет такого вот распределения, где в центре наблюдается падение вот этой напряженности магнитного поля, как вот в случае вихря. Переходные процессы в проводнике с током указывают на наличие особой среды окружающих проводников. И при включении цепи вокруг проводника образуется магнитное поле, а при выключении оно исчезает. При включении, выключении тока обнаруживается электродвижская сила и дается самоиндукция. Согласно закону Ленца, индукционные токи всегда направлены таким образом, что их собственное поле противодействует изменению выживающих поля. ЭДС самоиндукции возникает при выключении электрической цепи. Логично предположить, что ЭДС самоиндукции образуется за счет перехода энергии магнитного поля в электрический ток и наоборот. Таким образом, физическая седа вокруг проводника играет роль упругого элемента, запасающего энергию. А когда мы выключаем электрический ток, тогда энергия отдается назад. И надо сказать, что токи при этом бывают очень значительные, иногда повреждают трансформаторы и другие устройства, электрические устройства. Согласно скручивающей, один из видов сдвиговой деформации эфирной среды. И, собственно говоря, вот это выражается компонентом тезера Маккулаха для эфирной среды. И здесь изображен, так называемый, линейный вариант этого тензора. Тензор предполагает только сдвиговые скручивающие деформации. И физическая модель, в которой реализуются впругие скручивающие деформации. Надо сказать, что вот здесь, если мы закрепим стороны вот этого кубика и начнем скручивать по оси его среду, то вот как раз и будет наблюдаться вот эта вот самая деформация. Мы считаем, что структура эфирной среды состоит из двух противоположных по заряду филиров. Вот, собственно говоря, эфирная среда состоит из филистических частиц, равных по размеру, но с противоположными электрическими зарядами. Каждая частица граничит с шестью частицами противоположного знака. В целом они образуют пространственную сетчатую структуру. Вот здесь изображена плоская модель. На самом деле это пространственная модель, состоящая из равных частиц, но противоположного знака. Эта пространственная среда характеризуется диэлектрической проницаемостью и магнитной проницаемостью. Анализируя эффективную поляризуемость частиц эфира Ботапов из Новосибирска, пришел к выводу, что их размер равен планковской длине. Примерно 1 на 10 минус 32 мм. А этот размер на много порядков меньше размеров элементарных частиц. Размеры атомов, включающих их электронные оболочки, составляют доли единицы ангстрем. То есть 1 на 10 минус 7 мм. А замеры ядер имеют порядок на 10 на минус 11 мм степень. Как реагирует эфирная сега на электрическое поле? Вот мы, если поместим, вернее, зарядом обкладки конденсатора, а между этими обкладками будет вакуум, то эфирная среда притягивается своими, скажем, отрицательными частицами к положительной пластине, а положительные к отрицательной пластине. Вот так вот будет деформирована эфирная сега. И, как мы знаем, вакуумные конденсаторы существуют, и они обладают зарядом. Как реагирует эфирная сега на магнитое поле сильного магнитовидца или соленоидостоком? Вот в этом случае наблюдается иная картина. Здесь последовательный ряд вот этих самых частиц эфира. Она сдвигается относительно предыдущего ряда, деформируется вот таким вот образом. И однородная деформация, здесь изображена однородная деформация эфирной среды близи сильного магнита или соленоидостоком. Пример постоянного градиента напряженности поля. Подобный градиент можно наблюдать в средней части очень длинного соленоида или магнита. А вот если мы возьмем два соленоида или магнита, то мы увидим, как однородное магнитное поле, возбуждаемое двумя магнитами, токами эфирной среде будет построено. В этом случае магниты повернуты разноименными полюсами на встречу друг к другу. И соответственно вот эти полюса будут притягиваться. И если мы повернем разнородными полюсами друг к другу, то есть наоборот, одними полюсами, то есть допустим полюса С, то в этом случае мы ощутим силу, которая нас отталкивает эти магниты друг от друга, и наоборот, эти магниты будут стараться повернуться так, чтобы разнородными полюсами они смотрели друг на друга. Выжжая изложенная позволяет сделать три важных вывода. Эфир не может быть газоподобной средой или какой-то особой жидкостью. Он является квазитверной средой, в которой могут существовать лишь скручивающие, крутильные, сдвиговые деформации, как статические, так и динамические. Имеющие в научной литературе традиции обозначить деформацию эфира вокруг проводника с током вихревым магнитным полем, как показано выше, неверно. Она не отвечает физической существе магнитного поля, закону его изменения с увеличением расстояния от проводника. Оно также не соответствует физической и математической существ первого уравнения Максвелла. Сохранение термина вихревого по отношению к магнитному полю искажает формирование в ума школьников, студентов, вообще физиков настоящей модели такого явления. Поэтому от термина вихревого магнитного поля следует отказаться как можно быстрее. Мы предлагаем термин скрутка магнитного поля. Ну и заключение эпилог. Природа вообще не терпит пустоты. Практически все последние концепции физического вакуума основаны на этом постулате. Универсум заполнен особой средой эфира. Мы в этой среде находимся и, по сути дела, не ощущаем эту среду. Как вот, допустим, глубоководные рыбы не ощущали бы, что они находятся, скажем так, в водной жидкости. Кто хоть раз приближал сильный магнит к куску железа, не может отрицать наличие этой особой среды. Только принятие факта существования эфирной среды позволяет сохранить материальную основу распространения световых и электромагнитных колебаний. Эта среда является и передатчиком гравитационных взаимодействий тяготеющих тел. Иначе следует признавать возможность мистическим образом узнавать тяготеющим телом наличие другого тела и затем стремиться по направлению к нему. Спасибо за внимание. Давайте вопрос. Вот первый вопрос, потом у вас, а потом у вас. Первый вопрос заключается в том, что вы говорили, что природа не терпит пустоты, а в вашей схеме пустота появляется. Почему? Ну эфир из двух частиц. Какой бы формы их ни задавали, и однообразной, пустота все равно возникнет. Ну я не могу заглянуть, что мистическое. Нет, вы можете вообразить. Тогда и говорите, что вообразить можете. И в любой форму вы вообразите, все равно будет пустота. Это первый вопрос. Нет, ну иначе вы отрицаете возможность концепции такой. Да, эфира нет. Эфира нет, да, ясно. Теперь вот вопрос о вихревом поле. Вы там четыре эти задали вопроса, которые отрицают возможность вихревого поля. Да, если предусматривать вихрь в виде однообразного этого, то да, вы правы. А вот можно предоставить, что вихрь это в данном случае не вихрь на поле, а вихрь, так сказать, электромагнитный вихрь, что он имеет форму ленты Мёбиуса, тогда вполне вот вы свой рисунок первый поставьте, и мы представим, что это лента Мёбиуса, и он вполне вписывается. Никаких вопросов. Если это будет сдвигая... Это первый вопрос. Да. И второй вопрос. Значит, второй вопрос. Вы говорите, что если, как бы, магнит требует все время подкидки энергии, если ее нет, то вопрос исчерпан. А топологический магнит, если представить, что топологический магнит, то есть атомы выстроились однообразно, одним монополем суда, вернее, одной стороной монополя, а другой с другой, вот он, вам постоянный магнит, который без подкидки, за счет топологии, выдерживает, так сказать, поддерживает магнитный способ. Все, вопрос исчерпан. Надо объяснить, почему. Почему? Это уже следующий вопрос. Так это и понятно, если у нас такой чистый магнит, как вы говорите, без доменов, он будет постоянный, и он будет бесконечно долго поддерживать свою... Да, да, совершенно верно. Ну, так будет. Да, да, да. А что касается ленты Мёбиуса, могу сказать, что это, если будет сдвигая деформацию, то вполне вероятно. Ну, и вот видите. Так что вихрь же не отрицает больше. Это не вихрь, это не вихрь. Сейчас вот вы задавали вопрос, там нет вывода. Потом вашу... Не объясните, каким образом у товарища в уравнение электродинамики вошла гравитационная постоянная. Что же? Гравитационная постоянная, каким образом формула вошла? Нет, я не касался гравитационной постоянной. Там эта формула для домена. Здесь минус тридцать четвертый. Там, подождите, сейчас проверю. Сейчас посмотрим. Вот здесь там. А, да, да, да. Ну, эту формулу не я придумал. Эту формулу не я придумал. А, да не списали, пожалуйста. Не, давай что, наверное, физический смысл-то есть какой-то у нее. Да, физический смысл спрашивайте у товарища Планка. Значит, у меня вопрос только вот в самом начале. Показывали рисунок, когда ток идет. Можно вернуться к нему? В самом начале проводник с током. Ага, так, сейчас посмотрим. В самом начале. Вот это? Да. И показано вращение против часовой стрелки, да? Значит, но вы имеете в виду, что ток создан движением электронов и положительным зарядом. Вот такое направление, это тогда ток создан положительным зарядом. Я только показал, что вот эти силовые линии, они в одном направлении, в одном направлении сдвинуты. Только в этом, только это показано. Но получается, что это в одном направлении, но отдельно для положительных зарядов, только создан положительный, и отдельно, когда отрицательные заряды живут. Это один вопрос. И второй вопрос. Вы говорили, вот когда выключается ток, то создается ли это движение стилы на противоположном направлении. И что получается, что получается вращение совершенно в другую сторону. Вы говорили, что это запасается энергией. Да, да, да. Но как она может запасаться? И все равно можно включить и сразу выключить. И все равно она не успела запастись, а все равно будет это в том противоположном направлении. При включении тока в проводнике возникает электродвижившая сила. Часть тратится на магнитное поле вне проводника, в окружающем. И когда выключается ток, то наблюдается обратный ход этого самого тока, не в том направлении, а в встречном. И это есть электродвижившая сила по закону Ленц. Получается, что если вы брали в начале электроны двигались, то получается, что направление движения как будто сток создан положительными зарядами. Нет, не положительными. Это обратное движение электронов. Обратное движение электронов. Да, да. Хорошо, давайте следующий вопрос. Потом вы будете задавать. Скажите, пожалуйста, вы показывали плоскую модель магнитного поля, да? Да, да. Напомните, если я пропустил, как выглядит модель, объемная модель магнитного поля. Ну, да. То есть все вот эти вот вращения, да, они должны создавать некоторую структуру непротиворечивого вращения, чтобы каждый не мешал другому. Значит, как в этом случае выглядит объемная модель магнитного поля? Значит, я здесь показываю только линейную, ну, скажем так, вот бесконечный длинный провод. И если представить плоскость пипедикулярную току, то вот в данном случае вот эта вот картинка будет верна. Если, конечно, у нас будет провод другой конвигурации, короткий, или тогда, тогда у нас магнитное поле, ну, не будет, ну, скажем так, искажено. Понимаете? Нет, я понимаю. Значит, вы не могли бы вы вот это раскрыть в системе кардира, какой-нибудь там структуру, архитектуру, формы и содержание. Где форма – это оболочка, архитектура – это то, что взаимодействует с внешним миром, структура – это то, что внутри, и задержание – это и традиционные энергетические потопки внутри. Так, сейчас вот вернемся к этой картинке, да. Вот смотрите, здесь, конечно, вот в силу того, что это круговой ток, здесь, конечно, объемная картина, видите? Вот здесь объемная картина, да, и она отличается тем, плоский связь – это объемная картина, это как бы публик, понимаете? Вот, это как бы публик, да. То есть, вот в данном случае мы можем представить себе на основе вот этой плоской картинки, ну, скажем, объемную модель. Спасибо. Пожалуйста. Давайте ваш. Известен физический вакуум, эфир, это практически единое поле, по сути это одно и то же, но мы не знаем физической сущности физического вакуума. И если вы представляете это в виде плюсов и минусов, то это постулат, там может быть все совсем другое. Так, вот, во-первых, я должен сказать, что мы имеем какие-то константы этого вакуума. Мы имеем диэлектрическую проницаемость, магнитную проницаемость, а также сопротивление вакуума, которое мы можем посчитать, равное 377 Ом на метр. Да. И вот от этих цифр мы можем отталкиваться. То есть, это начальные цифры, на основе которых мы можем строить свои модели. Конечно, все модели являются умозрительными. И в том числе я не отрицаю, что и моя модель является умозрительной. Это одна из представлений. Как по-другому представить себе модель вакуума, ну, мне, в принципе, трудно. Потому что это очень однородная среда, по которой распространяются волны с бешеной скоростью 300 тысяч километров в секунду. И это очень упругая среда. Потому что чем выше скорость, тем более, ну, выше упругость. Это естественно. Да. И поэтому представить себе какую-то вот среду, которая бы состояла не из положительных и отрицательных частичек, равных по размеру, да, очень плотно спаянных друг с другом, я вот в настоящее время не могу. Извините, с вакуумом связано другое понятие. Вакуум – это когда откачивает воздух и получает нечто. Да, это вакуум. Это исторически так. А вот эфир, эфирная среда, это уже подразумевает какие-то, да, вот действительно что-то, наполненное чем-то. Наполненное, скажем, диалетической проницаемостью, магнитной проницаемостью и так далее. То есть это уже физическая среда. Ну, все, да? Да. Ну, все есть какие-то вопросы. По-моему, толковый, вот сюда ответ. Спасибо большое. Спасибо.